Дай почитать. Книга эта, с одной стороны, приобщает нас к традиционному православию, с другой пытается увести за пределы нормального, перекроить устоявшееся впечатление. Итак, Сергей Зотов задумался над необычным в православной иконе и упорно идет по намеченному им плану. Мастрозная, фольклорная, мистическая, жестокая, знаменитая, современная. Особенно порадовала меня картина Алексея Столбова «Оллегорическая композиция», созданная в 1932 году и хранящаяся в Вятском художественном музее имени братьев Воснецовых. Невозможно равнодушно читать и об борении темных и светлых сил, и о неумении выделить наиболее значимое в этой жизни, и о том иконографическом беспределе, который существовал многие столетия. Итак, что мы знаем о Троеручице, Святом Христофоре или Богородице Русалке? Как мы можем противостоять женщине-лихорадке, черным магам и шептунам? Лично меня потряс раздел современная икона Арсения Моторолы Павлова, как героя Донбасса. Фреско «Страшный суд» 2011 года, где в рамках сюжета Небесного суда под предводительством Шухевича и Бандеры показан голодомор лагеря и представлены горящие в аду Чингисхан, Петр I, Екатерина II, также Сталин, Берия, Ленин и так далее. Любопытна разница между погибшими в оплоти или в реальной жизни. Незабываемое впечатление производит икона Чернобыльский спас или явление Богородицы, едущей на велосипеде. Действительно незабываемая интересная книга «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok